Приветствую вас на канале Покоритель бездорожья. Продолжаем обследовать красную планету. Опять прокатимся здесь вот к этим точечкам съезде устраним эту информационную желтизну да кстати но еще раз заедем но вот это вот почему-то обзорная она не гаснет. Казалось бы один раз посмотрели и достаточно нет ну ладно короче все время активно так подъедем сейчас к этой точке потом к следующей так все это погасили возвращаемся обратно кстати обратите внимание вот справа это сооружение многотонное видите оно висит в воздухе видимо гравитационный генератор основано на антигравитации какой-то серьезный прорыв в науке совершен давно а мы не в курсе мы все катаемся на простеньких автомобильчиков так все спасибо приняли так давайте посмотрим значит вот радары нам нужно посмотрим где у нас все они где-то вот в стороне нам нужно ближайший так а мы находимся здесь то есть нужно по идее развернуться вот хочу я поехать в эту сторону сейчас мы наметим себе маршрут заодно вот сюда заедем активируем если она если это активность не использована уже но раз показывает так тут бочки с топливом так время вроде 10 утра но как-то на красной планете это выглядит как у нас часов 9 вечера да но с другой стороны мы может быть за счет того что находимся все таки внутри гор они еще перекрывают доступ солнечного света ну посмотрим может быть мы в конце концов вынырнем из-за этой гриды горной так вообще по моему постоянные цепи только выезжаешь куда-нибудь наверх забираешься думаешь ну вот сейчас солнце будет а нет а там очередные горы здесь мосты такие интересные видите довольно не очень видимо тяжелые конструкции применены и видно ущелье сами где мы над чем проезжаем в этом смысле решение интересное не нужно городить какие-то там кучи бетонных плит так сейчас мы опять что-то активируем активировали приняли так разворачиваемся попробуем туда наверх забраться вот там солнечные лучи да освещают вершины видите тут какие серьезные подъемы коварные я бы сказал тут еще и туманчик такой лежит скрадывает рельеф ну-ка включу я фары хоть немножко перед собой пусть подсвечивает серый песок серый красный серый кстати вот едешь вроде на это выхлопа наверно да так к чему-то опять приближаемся мы к сооружениям но солнце остается также недостижимым где то оно там вдали говорит о том что оно существует но взглянуть на себя не позволяет так аккуратненько тут уже какие-то большие конструкции что внутри пока не знаю я думаю со временем разберемся так вот опять мосты эти шикарные какие же высокие горы вообще-то на самом деле у нас эверест там восемь с чем-то восемь восемь километров 800 метров что-то вроде того оп неужели гаражик так нет это всего лишь так чтобы нам такую прихватить бы отсюда танк взять а что толку нам так смотрим вообще чё тут есть 6000 литров взять что ли с собой сейчас посмотрим модуль геолога разведки но он же будет только топливо потреблять вообще-то много всего нам доступно и грузы возить можем вот пожалуйста на два места так вот возьму-ка я все-таки мало места какое еще мало место я не понимаю что значит мало места что там где столб мешает что ли ну давай я отъеду вот сюда вот встану здесь что так опять промотаем где-то у нас он был тут так где-то дальше там вот радар так ну и сразу давайте воспользуемся так так а чего сейчас мы так ну-ка радар включили оп как на марсе работает что-то обнаруживает ну какой шустрый он вообще посмотрим что у нас изменилось ну что-то высветилось тут да нам все равно туда ехать здесь что-то наверно заготовка деревьев ну не деревьев древесина что-то вудс посмотрим ладно сейчас нам все равно туда ехать так а вот он гараж то у нас дорогой да сейчас мы себе точечки поставим а тогда зачем нам радар ну хотя радар тоже не помешает сейчас мы во-первых заскочим в гаражик так по этому грунту тяжеловато идем с прицепчиком так вот сейчас мы попробуем прицеп открепили и в гаражик так сколько у нас там интересно мест ну-ка так а чё у нас есть вообще на стоянке вот international есть ну и собственно говоря яр наш есть так ну-ка тенинга немого что мы тут будем понимаешь так какую наверно все-таки это да оффроуд тоже давайте поставим для пробы подвеска серийная так шины стоят для бездорожья мы принципе можем наверно внедорожные поставить потому что грязь тут вряд ли будет присутствовать давайте поставим их так лебедочка вот она нарисовалась автономные шноркели ну шноркели ставим хотя тонуть тут наверняка негде если грязь мы какую-нибудь найдем так устанавливаем так здесь 300 они одинаковые ладно это уже уже да уже живем так бампер чё у нас один и тот же крыша прожекторы но они не отличаются собственно говоря противотуманки нет они на багажник убирают малые стояночные ставим так передний бампер это уж что-то крутой какой-то прям марсианский такого я еще не видел ну и поставим на марсе значит будем выглядеть по марсиански будем облик себе задавать так тут мы ничего не ставим а вот прямоугольные маячки а чё не показывает где они маячки ладно клаксоны изогнутые с маячком да поставим нам не жалко хотя денежки тает не жалко это я так привык берешь что тебе нравится так ну и мы на красной планете но надо чтобы мы выделялись чем мы будем красные ездить на красные надо чтобы мы отличались вот это вот как раз они цвета такие комбинированные а вот хотелось бы что-нибудь с оранжевым а такого нет желтенький если ну и возьмем желтый ладно покинем гараж вот уже себя чувствуешь вооруженным так значит надо прикинуть куда мы там а надо же туда доехать хватану час подвести трейлер сюда потом туда сгонять но ка больше не будет у нас где у нас радара остальные радары все с другой стороны будут да вот единственный радар ближайший все остальные раскиданы совсем в другой стороне ну и ладно тогда мы хватаем наш мини радарчик вот какой сияния над нами ну-ка так чуть назад так радарчик давай стой что я буду тобой гоняться ну вот слишком далеко а дашь чуть чуть в стороне так ну-ка-ну-ка так теперь-то недалеко я надеюсь вот давайте посмотрим на небо я пожалуй выключу смотрите как какое сияние желтая розовая красная багровая фиолетовая красота кстати фонари то чё-то пока не загораются экономия электричества хотя наверное время я все вот ну-ка посмотрим сколько время ну да время чё тут 15 часов просто мы находимся внутри гор здесь все время так темно получится у нас вообще когда-нибудь вынорнуть промахнулся нам туда пишемся нет сейчас уже можно позволять себе немножечко дерзить дороги если на бок ляжем надо чтобы рядом столбы были то вот как сейчас здесь едешь например потом и ухватиться не за что так тут опять начинаются у нас перепады ой это что это такое дождик что ли откуда на марсе дождик вы что или так несколько капелек упало ну да ну такой чё-то реденькие капельки видите падают это интересно если есть капли значит где-то что-то тает так ну-ка давай полный привод нажмем да тут такие в горах нашли где построить нельзя было на ровной поверхности на равнине выбрать гористую местность хотя радара может быть да их надо выше поднимать это ознаговорит что тогда что все радары которые мы сейчас будем отыскивать они тоже будут в горах то есть у нас вообще вся наша карта в горах находится так ну ка давай покажи солнце опять не показал ничего так посмотрим на карту что нам это дает ничего не дает это граница карты тут какое-то строение так значит мы сейчас должны двигаться уже в этом направлении вот здесь центры кстати вот наверняка дорога нас приведет так ну-ка ставим себе обратный путь так куда-то дорога нас сюда приведет и вот сюда точечку я поставлю для радара так а сейчас мы интересно вот хорошо этой вышкой мы воспользовались а сейчас мы воспользуемся своим радаром станет у нас что-нибудь насколько мне интересно шире круг он делает охват или нет наш древний радар так отсканировал смотрим ночью но здесь ничего не поменялось но не здесь конечно надо проверять надо проверять где-то в другом месте сейчас вот до конца моста доедем ладно раз вы так то мы вот так мы погнали навстречу новому и неизведанному все гоняем мы тут в темноте гоняем хочется заглянуть хоть за одну из гор что-нибудь увидеть вот с вершины забраться куда-то чтобы вдаль увидеть горизонт ну или пусть даже другие горы но далекие а здесь же вот едешь-едешь сплошные все рядом причем высокие горы да я начал говорить про горы на марсе на самом деле же очень высокие горы как у нас я говорил эверест там 8 800 там 8 900 а на марсе олимп гора 26000 метров представьте так наверху вот как кто там сейчас плывет неизвестно может фобос может деймос надо за небом наблюдать когда наблюдать когда нам нужно из-за дороги смотреть там наверху вон строится какой-то стоит наверняка туда можно будет когда-то подъехать но сейчас у нас задачи несколько другие кстати надо же еще транспортные средства наши отыскать пока что мы мы то бишь один ярчик но правда видите длс длс-то у меня там есть но еще особо выполнять нечего нам надо еще найти все эти так 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 ну вот начинается тут и тормозить то опасно на склоне но зато мы теперь можем себя вполне подтянуть подтянуть так вот к этому стал бы подтягиваем от этого столба должны переворачиваться он кстати плохо переворачивается наш ярчик то он начинает ползти на своей боковине но 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 прицеп не дает что теперь так так а если мы стоять стоять да что ж такое сейчас прицеп опять завалит шарах бабах но с одной стороны вроде с прицепом хорошо с другой стороны он же тебя еще и заваливает так может быть тогда в эту сторону перевернуться получается что мы сейчас нам нужно как-то отъехать вперед проползти бачком так да вот с одной стороны прицеп я взял а с другой стороны видите он же меня еще и опрокидывает ну ладно дело в том что наверняка транспортные средства мы где-то найдем наверняка там нужно будет ремонтировать заправлять нам же ничего тут в хорошем состоянии не оставляют скажут да это все у нас здесь работало вообще эксплуатировался неимоверно поэтому вот в таком состоянии полуживое вот забирайте и ремонтируйте хотя вокруг видите ой там смотрите какие сооружения хотя вокруг посмотрите супер современные такое еще нам во сне наверно только могло бы присниться а мы ездим на таких вот автомобильчиках хотя должны были бы перемещаться по идее с помощью каких-нибудь антигравитационных двигателей так где-то я точку поставил и непонятно а это точка у нас радар да ну-ка посмотрим да радар но . так а вообще поедем к никуда сейчас не поедем и точки это не радар радар у нас вот здесь значит вот это пока убираем там ремонтный центр так а вот сейчас мы как раз воспользуемся нашим радарчиком пусть он нам пусть он древний по сравнению с тем оборудованием которые здесь на марсе но зато у нас сразу раз такой светленький кружочек так вот надо подъехать сюда нам так а подъехать туда заберусь я вот здесь интересно потом обратно надо вернуться еще надо посмотреть где она . то здесь вроде не такой сильный уклон приемлемый там что-то нужно активировать так солнце не хватает так хочется взглянуть а ведь марса значительно дальше чем земля так смотрим здесь здесь что-то что-то здесь можно получить наверное я так понимаю но не на данном транспортном средстве ничего не показывает так хорошо смотрим еще раз я возвращаюсь и мы да вот по этой дороге мы как раз попадем я думаю что к этой части к этому радару так время 7 часов вот сейчас чувствуется да что начиняя начинается закат темнеет я вообще думал вообще моментально стемнеет красивое небо багровый опять там наш спутник один из спутников висит в небе они кстати оба спутника как луна они одной стороной обращены к марсу поэтому все время будете видеть одну сторону но неважно надо же понять два спутника то мы по идее должны когда-то увидеть так куда мы дальше то в низинку туда идем опять вниз интересно мы где-то наверху находились тут еще вниз куда-то можно мне вообще казалось что мы изначально были в самом низу а тут оказывается еще вон вниз можно провалиться какие же горы высокие какие же горы высокие да нормальные такие и сказать чтобы современная современность будущего сооружения а нам какой-нибудь там предложить движочек пусть даже не антигравитационный какой-нибудь там на ядерном топливе чтобы как как будто из двадцатого века все на жидком топливе катается так здесь разбираемся посмотрим по карте так вообще то направо сейчас надо уходить а собственно мы сейчас можем включить радарчик пусть он нам высветит эту область а дальше мы подъедем просто ознакомимся вот обнаружили уже что-то посмотрим а вот здесь потом наверх надо будет тоже забираться и активировать так ладно мы сейчас заедем сюда а потом мы вернемся вот сюда на эту точечку и уже у нас сколько тут ну где-нибудь одна наверное восьмая карты а может быть и больше кстати вот они вышки то значит она карта вот такая но тогда это уже процентов сорок карты так ладно едем хотя вот вроде должно было бы быстро темнеть но нет свет держится странно но мы еще не знаем может здесь солнце полностью не уходит может здесь какие-нибудь красно-белые ночи марсианские сейчас пока туда-сюда скатаемся и посмотрим на час ой это что я не могу с прицепом сюда забраться ну-ка стоп 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 это как понимать полный привод у меня включен так может быть тогда дифференциальчик так а он у меня всегда включен ну давайте с дифференциалом на пониженной ползет сейчас ползем эй-эй-эй это мы сейчас отсюда можем так ну-ка тогда может быть ползет надо цепляться что так я планировал как сюда сгонять сюда а потом потом нам надо будет в эту сторону тогда я могу сейчас принципе радар отцепить ну-ка там тоже наверняка на гору до форсировать надо будет короче я его сейчас отцепляю и поеду сам себя-то затягивает автомобиль должен чужой движочек поставили так а на автомате модешь на прицепчик нельзя бросать поскольку он нам пригодится там точно так 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 не видно в темноте вот сияние тут видите как тут все время сияние на небе оно вроде и не белые ночи а как у нас полярные так а что это показывает вот интересно там такой промелькнул и просто между гор там туман вот там так ладно теперь мне надо 20 уже 10 часов вечера ну да такие ночи наверно здесь так а мне надо теперь как-то тут извернуться и развернуться о вот они оба рядом смотрите фобос и деймос фобос который побольше слева поменьше деймос и вот они видите как интересно только мешает нам вот эта вот часть вот мы два увидели спутника одновременно но они на разной траектории естественно находится и однажды кстати фобос его марс себе подтягивает и однажды он упадет на марс произойдет серьезная катастрофа для марса потому что масса то серьезная у фобоса у спутника дара планету это весьма весьма поскольку жизни мы не обнаружили но тут мы жизнь те кто в данный момент так 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 надо на просто его лебедочкой подцепить неудачно конечно так а ну ка он развернулся если мы здорово сейчас он съехал вообще нет за что цеплять да да ты что что-то не видишь свой прицеп что ли так ладно о кстати я был не прав стемнело я думал так всю ночь будет да куда ж ты выезжаешь то тут что-то пошло я не понял какие-то осадки сверху шо снег сыпет что ли а тут такая влажность на марс не должно быть ничего так подтягиваем так скатываем что-то мне тут показывает точку где она вообще где-то там на горе лежит так смотрим значит на в принципе сейчас вот мы съезжаем вниз вот здесь вот на следующей точке я прицеп оставляю уже еду наверх туда один да смотрите то ли снег то ли дождь больше на снег похоже да как будто снежинки падают здрасте приехали здрасте приехали от отсоединяю прицеп и поехал я наверх ох какие тут серьезные подъемы вообще даже я не знаю но один заезжает один да без прицепа затягивается отремонтирован автомобиль отремонтирован автомобиль принимаем а тут кстати прицепчик у нас есть может его тянуть надо куда-то так сейчас поближе вот так вот наверх чтобы увидеть и звездное небо видите как и солнце где-то светит оранжевым подсвечивает ну ладно в принципе интересно так я заглушу наверно машинку и давайте посмотрим что у нас тут расходники нужно туда отволочь отсюда но это ладно это мелочи отсюда вот трейлер нужно доставить в гараж сервисный трейлер но это вопрос 10 пока что нам это не нужно пока что кстати вот заправочная станция есть то бишь бензозаправка так теперь ну а собственно что теперь надо пилить куда-то потом вот сюда наверное да наверное сюда а потом вот так просто не проедешь где-то вот здесь граница вот эта дорога проходит наверняка вот из этой точки в эту не попадешь к этому ко второму радару да ну собственно что у меня же в гараже если что дел сишки стоят я могу и куда-то там на грузовичках подскочить на грузовичках не очень проедешь нам надо сейчас находить еще машинки у нас здесь должны быть автомобили и грузовик должен быть еще скауты должны быть так что пока что будем разведывать но наверное видите время час ночи надо завершать на сегодня надо на боковую отдохнуть а с утреца при солнечном свете уже продолжить так что пока что завершаем вы были на канале покоритель бездорожья я Алексей до новых встреч и и то и и и и